У микрофона Виктор Викторович Федотов. Дополнение телекурса «Что такое красноречие?» Урок 2. В этом уроке мы поговорим о первых изданиях русских пословиц, которые появились во времена Екатерины Великой во второй половине XVIII века. Но прежде чем говорить конкретно об этих сборниках, немножко коснемся вопроса фольклора, поскольку собрание и изучение пословиц относятся в науке к этой дисциплине фольклористики. Поговорим об истории возникновения пословиц, об их функциях, которые видны в культуре. Видимо, пословицы существовали очень давно, и некоторые из них относились просто к словесной констатации того, что человек видел вокруг себя. Ну, например, вода камень точит. Ну, конечно, вода камень точит, и на водопадах, и в русле рек, и на морском берегу признаки этого видел, наверное, человек еще древнего каменного века. Формулировал ли он это как-то одинаково, звучно, или каждый раз по-разному, или считалось достаточно просто указать на это? Мы этого, конечно, не знаем. Другая ситуация, когда констатируется в таких кратких изречениях наблюдение над живой природой, над животными. Ну, например, сколько волка не корми, все в лес смотрит. Ну, приручение животных началось много тысяч лет назад. Наверное, шесть тысяч лет до нашей эры стали появляться первые домашние животные, и потом их количество и разновидности увеличивались. Так что вот такие наблюдения, конечно, были. Как они формулировались? Наверное, и формулировались как-то. Но здесь есть некоторая опасность взять, казалось бы, очень важную краткую пословицу и сразу делать очень глубокий, далекий вывод, не анализируя глубоко суть того, что здесь сформулировано. Позднейшая история пословиц нас на этом пути немножко будет предостерегать. Следующее высказывание, широко известное, относится уже к деятельности человека, к его жизненным ритмам, циклам, просто наблюдаемое явление. Утро вечера мудренее. Ну, тоже, конечно, люди спали и были обременены заботами о хлебе или о пище насущной на грядущий день еще и в древнем каменном веке. И они решали вопрос, то ли отдохнуть, то ли сейчас заняться добыванием пищи. И как-то это наверняка формулировалось, наверняка это как-то передавалось детям. Другое дело, на каком это языке. Ну, если вот эта передача где-то была нарушена, легко это самовоспроизводится, наверное. Если не каждым человеком, то, может быть, в каждом поколении будут такие мудрецы, наблюдатели. А может быть, и для этого нужно несколько поколений прадедов, дедов, сыновей, внуков, правнуков. Вот у кого-нибудь из них обязательно эти ростки, как древнее русское слово «саморостый», «саморостый», то, что само неизвестно откуда, вот в жизни все-таки появляется, следуя универсальным законам. И мы можем заметить, что эти короткие изречения, правильные, достоверные, позволяют делать переносные толкования и распространять то, что видно в животном мире на человеческое общество. Сколько волка не корми, а метафорически кто-то назовет какого-то человека не обидно, как в басне, да, сравнит вот с таким или с другим животным. Это тоже происходило, может быть, давно, в разных культурах, но в дописьменную эпоху нам проследить это невозможно. Здесь пойдет речь только о методологии. И вот еще изречения, которые немножко модифицируют наблюдаемый мир, как и искусство. И очень похоже говорят о том, что, собственно, в материальном мире не происходит. Скажем, было, да быльем поросло. Ну, было, какое-то событие было. Ну, просто событие, да, как оно может порасти быльем, если это не город, да, не стоянка, а если это просто общение там двух людей или какое-то решение принятое, там, справедливая, несправедливая обида. И вообще, что такое былье? Это просто искусственная конструкция, похожая на, там, былинки, тростинки, имеющие грамматическую, похожую, рифмующуюся форму. Или так какое-то растение называли. Мы видим, как развиваются эти изречения в зависимости от функции, от потребностей, от жажды человека слышать слово, да, не хлебом единым. Мы знаем уже библейские новозаветные слова. И, естественно, эти слова подразумевали по фундаментальным основам религиозных представлений бесконечную древность, универсальный закон. И вот такая трактовка просто будет их подтверждать правильность, если мы будем по этому пути предполагать и искать это явление в разных культурах. И следующее высказывание, скажем, зимой снега не выпросишь. Это относится уже к социальной среде, к человеческому кругу общения и содержит в скрытой форме, в такой аллегорической, басенной форме, оценку поведения. Ну, в данном случае понятно, что эта оценка связана с немотивированной жадностью, да, и, конечно, это вызывает осуждение, потому что никакой пользы от того, что человек, ну, если это буквально понимать, не даст того, что, во-первых, ему не принадлежит, а, во-вторых, нисколько не уменьшится то, чего он даст, зимой снега больше, чем надо, да. Вот мы видим здесь еще некоторые функции. Просто так вот обращаясь к своей эрудиции, к памяти, человек, конечно, читал, слышал что-то в более или менее раннем возрасте, имея поэтические наклонности, все схватывает и уже в своем творчестве использует другое, к более зрелому возрасту копит эти впечатления, и его багаж получает достаточно глубину. Вот, скажем, такое восклицание, сколько лет, сколько зим. Конечно, здесь есть переносное значение, углубленное значение, никто не просит его расшифровать, имеется в виду, прошло много времени, или с сожалением, можно сказать, или с радостью, несмотря на это, все в памяти свежо, если это долгожданная встреча со старым другом. А, по сути дела, идет речь о констатации просто природного явления. И так вот и по месяцам, и по лунным месяцам, и по летам, по жаркому сезону, по зиме, вели счет, ну, конечно, еще там и в каменном веке, это точно, и, наверное, не только в новом, а и в каком-нибудь среднем, если не древнем каменном веке. И дальше возникает такая проблема, которую мы можем анализировать, имея источники. Историки могут это делать, историки культуры это могут делать. Первые сборники пословиц составлены были, переведены на европейские языки, на русский язык, обнаружены они в конце 19-го, в основном 20-м веке, еще в древней Месопотамии. Шумерские пословицы, Вавилонские пословицы, Акадские пословицы, Ассирийские пословицы, в Египте были собраны разные изречения. И вот один из таких сборников называется «Диалог господина с рабом». Содержит варианты противоположные поведения, ну, в типичных ситуациях, около дюжины ситуаций, там перечислено, для человека, где возможен выбор. Выбор в личном поведении, в семейных отношениях, в дружеских отношениях, в отношениях с властью правителя государства, идти на службу или не идти, или вообще бежать с этой территории. И все мотивируется положительно. А в итоге заканчивается таким вот вопросом. Это вершина пессимизма в сущности, похожая на то, что мы читаем в библейской ветхозаветной книге «Экклезиаст» в некоторых других книгах. Так что же хорошо тогда? Все можно, у всего есть своя причина, можно свою мотивацию подобрать, свое основание, ну и что? И в итоге делать. В русских пословицах мы знаем такие высказывания. Сколько людей, столько мнений. Действительно, вот анализируя даже известные нам сборники пословиц, там найдем подтверждение этому. И еще одно высказывание. На всякий роток не накинешь платок. Это мнение не просто существует молча, там таится в глубине души, а оно и открыто высказывается и ходит по ветру. Слово не воробей, слухи распустили, и все уже не соберешь теперь. И даже если раскается тот, кто клевету какую-то пустил. Ну и в итоге, как ориентироваться в этом кладезе, с одной стороны, народной мудрости, такую репутацию имеет фольклор, сборники пословиц, а с другой стороны, пристальный взгляд покажет там, ну сразу, совершенно противоположные варианты поведения, с надлежащей вроде бы неопроверживой мотивацией. Как в этом разбираться? И вот исследователи всегда это ставили на первое место, обращаясь к этому кладезю. Но есть особо авторитетные, веками признанные сборники, там уже они изучаются в рамках специальных дисциплин, допустим, религиоведческих. На них уже веками и тысячелетиями были написаны комментарии, которые тоже изучают толкование. А вот вне этого круга есть очень большое сходство с тем, что мы и там читаем в этих сборниках, а есть и какие-то другие высказывания. И так вот с миру по нитке голому рубашка, понабрать из того, что человек не обязательно читал в сборниках, а слышал с детства, одно, второе, третье, для какой-то опоры, для того, чтобы в полемике ответить броско, на что его собеседник не сумеет возразить, поставить его на место, себя подбодрить в молчаливом размышлении. А куда потом идти? И получится ситуация тоже выраженная афористически, без руля и без витрил. Но эти изречения свойственны были и древним культурам, античным, насколько мы это знаем, и в русской поэзии. Они существуют. Пользы в сущности и радости, и результата пока из этого не видно. Когда мы говорим о функциях культуры, о ее механизмах, явных, скрытых механизмах подтекста. Теперь обратимся к тем материалам, которым посвящена подробнее будет сегодняшняя беседа. Сборники наставлений для юношества, изданных Екатериной Второй, они и содержат такое название в подзаголовке, для начального обучения и воспитания, и воспитания гражданина. Это время 1770-х годов примерно. Они относительно короткие. Меньше 100 страниц. Там несколько десятков наставлений. Их можно как в букваре прочесть, запомнить, если не все, то какую-то часть. И иметь постоянно под рукой. Это важно, потому что в XIX веке ситуация совершенно изменится. А пока наряду с этими сборниками были другие источники похожей информации, но в рукописной традиции. А кто их возьмет? Из каких архивов? Из каких библиотек? Но отдельные люди знали. Или на иностранных языках. На латыни, на других языках. Но тоже для России большинство населения, конечно, не имело возможности пить из этого источника, печатного на иностранных языках. А ведь тут речь идет именно о большинстве населения, в том числе населения, не знающего грамоты. И в том числе детей, которые просто еще и не научились грамоте. Функции пословиц. Они их слышат, как вот древние говорили при воспитании оратора, с детства от кормилицы, когда еще и не очень хорошо смысл научились понимать. А все равно это ложится на сознание и определяет на эмоциональную сферу и определяет дальнейшее поведение. И вот эти изречения, которые я выбрал в отделе редких книг фундаментальных библиотек, московских, я поместил в своей книге «Просветы и тени русской культуры», посвященные характеристике нашей культуры 18-го, начала 19-го века. Некоторые, поскольку они редкие, и с переизданием на момент выхода из печати этой книги я не встречался, поэтому решил дать такую иллюстрацию. И дальше надо сказать, что эти пословицы эпохи Екатерины были адресованы поколению людей, нескольким поколениям людей. Самая старшая из них – это последние люди, родившиеся в эпоху Петра I, Петра Великого, помнившие его деятелей активных, но сами они тогда были еще очень юными, если вот легко посчитать, от 770-80-го года Петр I умер в 725-м году. Второе поколение – это, условно говоря, родители Пушкина. Вот на 25 лет Пушкин родился в 799-й год. Или они были маленькие, они воспитывались на этих пословицах, или это вот деды поколения Пушкина и его современников. И интересно посмотреть фамилии людей из этого поколения. Они сыграли в русской культуре роль не только для своих современников, но и продолжали оставаться авторитетными членами, как бы мы сказали сейчас, референтной группы 19-го века. И даже позже до сих пор идут их произведения, иногда на сценах. Это Фанвизин, это Карамзин, это Державин. Но у них и язык уже не такой, как Пушкинский язык, и язык Лермонтова, и язык художественной литературы 19-го века. Он выглядит более таким архаичным, таким тяжеловесным, как некоторые полемисты говорили, не видя там внутренних достоинств в нем. А вот дальше, с точки зрения издания пословиц, наступает лакуна, пустой такой отрезок, насколько это известно, с первого взгляда на источники, до конца 1840-х годов. То есть прошло почти лет 70, ну, больше 50 лет. И целое, даже не одно, а целых два поколения, с одной стороны, вроде бы не воспроизвели этих пословиц Екатерины, времени Екатерины в своем творчестве, тех установок, которые там содержатся. Мы поговорим, потому что в этих сборниках пословиц уже именно основа на поведенческие установки делается. Вот так делали их составители. И реже там встречаются нейтральные высказывания, похожие на то, что вода камень точит, которые надо расшифровывать. Универсальные наблюдения просто, да? И цитат, аллюзий этих пословиц времени Екатерины Второй, вошедших в русскую культуру благодаря печатным изданиям, авторитетным изданиям, в литературе мы много сразу не найдем. Даже трудно сказать, занимался ли этим кто-то специально. А иногда найдем антитезы, скрытые явные антитезы. И вот даже до сих пор это некое молчание, почему я ходил в отделы редких книг крупных библиотек, потому что для читателя по литературе, по справочной, первыми изданиями пословиц выглядят вот именно произведения и публикации 1830-1840-х годов. К этому времени в Европе западной только-только появилась и была сформулирована задача изучения фольклора. Появилось направление фольклористики от английских слов. Фолк – народ, ило – мудрость, народная мудрость. Немецкие ученые, братья Гримм, стали изучать немецкий фольклор, издавали сказки. И это привлекало большое внимание, большое содействие. И Россия тоже недалеко в этом отстала. Свои сборники пословиц появились. Но они появились сразу как очень большие хранилища информации. Если там меньше ста страниц, там сотни-две высказываний, то здесь 500 страниц первое издание пословиц. По рукописям 17 века на научной основе. А как ориентироваться? Там они даны по алфавиту, по рубрикам. А как быть с прототипами? А как быть с группировкой? Один смысл, два. Нужны указатели. А как быть с объяснениями? Есть ли здесь внутренние противоречия? Так это все и осталось неразобранным, непонятным. Сборники есть, и они фоксимильно переизданы уже в постсоветское время, в самом конце XX-XXI века. А как с этим работать? И почти одновременно появился еще более большой сборник, далее русские пословицы, на основании его экспедиции полевых, как мы скажем, этнографических. Там вообще 30 тысяч высказываний. Значит, конечно, взять за основу своего поведения весь этот объем невозможно, память не удержит, и таких ситуаций не наберешь, а они внутренне противоречивы. Как там быть с систематизацией? Этот вопрос так и остался. И вот вопрос универсальный, психологический, избирательного пользования средой здесь выходит на первый план. Это издано, но может ли это быть в культуре важным элементом ее дальнейшего развития, или это для антикваров, и надо это как-то препарировать, упаковать, пустить в обиход, через какое-то творческое сознание пропустить, на сцену выпустить, и что будет дальше происходить. Поэтому вот придавать такое значение и сразу говорить, что стоит туда обратиться, вот или времени нет, или денег нет, чтобы купить, и все проблемы будут решены, нельзя. Это обманчивая простота и обманчивый вот такой выход на самом деле. Ну и еще что надо сказать, что вот только уже после Даля, в самом конце 19 века, появились первые публикации в научных журналах, малым тиражом, в специальных вот журналах. Соответствие русских пословиц, тоже не всегда датированных, за время, с момента первого издания, вот 840-х, 50-х годов прошло почти полвека, но особого продвижения в области этой датировки не было. А уже в веке 20-м, после 17-го года, и еще меньше было продвижения, потому что переизданы они были не в советское время, а только в постсоветское время, вот как массив, требующий внимательного подхода, и скрупулезного подхода. А издавались в советское время сборники «В мире мудрых мыслей», там отдельные афоризмы писателей и советских, и русских классических, и зарубежных писателей, и философов, в том или ином порядке приведены, но они не исчерпывают, вот насколько представляется, всей этой проблематике, глубины, емкости, выразительности, и по формам, и по смыслу, о чем вот я пытаюсь вести речь. И вот эти первые сборники византийских пословиц, которые имеют еще древнегреческие прототипы, были проанализированы русскими учеными, классиками, филологами, и показано удивительное соответствие с русскими высказываниями. Чем это объясняется? Просто случайным совпадением. Там иногда речь идет не об оценке поведения, а именно о наблюдаемых явлениях природы, или речь шла о заимствованиях. Теоретически заимствования могли быть, потому что и лексика греческая проникала, и ученые, и богословская лексика, и греки присутствовали в России, и Кирилла Мефодия, с чего началась русская и славянская письма, все это, конечно, было. Но вот это доследовать достаточно трудно. Я эти соответствия, некоторые подмеченные в специальных статьях конца XIX века византийских пословиц с русскими пословицами привел в своем издании вводный курс древнегреческого языка. Ну, это такие соответствия. Например, греческое высказывание с русским соответствием «Одна ласточка еще не делает весны», по-гречески «меа хелидон эарук па ей», или греческое «энхюдэти графы», это русское соответствие, на воде писать, да еще вилами писать. Так что вот кроется в том, что я сказал, та глубина, которой мы полностью сегодня, конечно, не коснемся, но только по мере возможностей. А теперь вторая часть беседы посвящена разговору об изданиях пословиц с подзаголовком, что они первые на русском языке времени Екатерины II. И вот ее наставление для поучения так вот я начну с высказывания, формулируется. «Человек и с посредственным умом будет труд приложит, искусен быть может». Здесь порядок слов непривычен для нас, здесь есть ритмика, это, конечно, копирует латинский порядок слов. Тогда эпоха просвещения в России была характерна, что каждый год, каждое десятилетие выходили очередные переводы классических авторов античных и на языках оригинала, и с перевода с европейских языков, и на русском языке, все это так или иначе было пущено в оборот. Но некоторые архаические формы нам не мешают, буди, а не если труд приложит. Для восприятия это даже придает некоторую экзотику, по-моему, некоторый такой архаический колорит, оттенок такой патины, как скажет человек, занимающийся скульптурой. Налет древности, но налет такой благородный, не тронь, не поцарапай, это защищено вот этой прочной пленкой уже векового авторитета. Следующее высказывание. «Не выполнение обещания не есть искусство». Ну, в первом случае мы видели, речь идет о стимуляции обучения, чтобы человек не опускал руки, это глубинный механизм индивидуальной психологии, затрагивается с посредственным умом, или он сам в самооценке видит, что его ум не выдерживает конкуренции в беседе, или ему говорят, сейчас бы мы сказали там тесты какие-то, вот не туда ты пошел, вот другие изречения, более такие резкие, они свойственны, сочные, скорее немецкому фольклору, да, вот мы бы сказали по-русски со свиным рылом да в околашный ряд, да, а здесь явная полемика, если кто захочет так человека обидеть, тоже метафорически, ничего, и мы видим вот люди из народа типа Ломоносова в 18 веке, и даже это воспевалось, вот архангельский мужик по своей божьей воле стал разуменно велик, вот в 19 веке поэты обращали на это внимание, продолжали вот эту линию, заложенную как цель, как механизм, мы видим, может быть и раньше, но вот в пословицах во всяком случае, как элемент культуры, что написано первым не вырубишь топором, вот именно в это время, в этих изданиях. А насчет обещания, невыполнения обещания, мы видим полемику с какими-то субкультурными традициями, потому что еще античный мир знал и греческий, и римский, кружки поклонников каких-то вакхических культов, вакханалий, которые тайно там совершали всякие бесчинства, злодеяния, были потом привлечены к ответственности, потому что нарушались и законы, и убийства, и все совершенно неприемлемо, а там как-то это мотивировалось. И вот это выводилось на всеобщее обозрение и говорилось со всем арсеналом культуры, что и в древние времена это было. Но вот Геракл в свое время, обладая такой силой героя, культурного героя, этих людей победил и загнал в глубокое подполье, так что они потом много веков не смели и носа высунуть, а потом вновь расплодились, некому было поставить их на место. Вот смысл античных поучений, времени начала Римской империи, в том числе и уриторов античных. И дальше обман не есть остроумие. Вот не случайно на эту же тему во времена Екатерины мы видим второе высказывание. Не есть. Это автор высказывания говорит. Значит, подразумевается наличие каких-то людей, которые считают, что это есть. Почему начинается с отрицания? Всегда здесь внимательный взгляд видит внутреннюю полемику. И вот то, что саморасты, как я сказал в самом начале беседы, из семян, да, и сорняки растут, и все растет, оно и вот требует того, что бы мы учитывали вот эту полемику. И необходимость этой полемики. А хитрость не есть разум. Вот третье высказывание. И тоже оно направлено на полемику с какими-то антитезами. Мы бы сказали сейчас антикультурными или субкультурными традициями, или маргинальными традициями. А я, например, в 70-е годы слышал просто от одного еще подростка, он так вроде воспроизводил то, что от кого-то слышал, и это не принято было в советское время вот так констатировать. Но он говорит, а вот хитрость это второй ум. Интересно, когда это родилось, может, это удали в сборнике, есть еще в каких-то пословицах, в газетах это не писали, а кто-то, может быть, это мотивирует. Вот такая скрытая полемика, мы видим, совсем противоположный смысл, вкладывала и осуждала вот этот данный афоризм только что процитированный, доживший до 20 века, до конца даже советской эпохи. Еще высказывание «Всяк», именно вот эта стилистика того времени, не всякий, а всяк, «Всяк в обществе живущий подвержен общественным законам». Время Екатерины Великой, понятие тогда гражданского общества тоже входило в обиход. Но вот из неопубликованных сборников, которые стали напечатаны только в веке уже 19-м, а в рукописях достаточно многочисленные сходили еще и в 17-м веке, за 100 лет до Екатерины, есть антитеза, кто знает, она достаточно распространена. Шемякин суд с одной стороны по поводу законов, а с другой стороны закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Ну, это тоже ведь осуждает такую ситуацию, и человек, приводящий эти афоризмы, они стоят на позиции, на весах, вот на стороне издания времени Екатерины, что подвержен все-таки общественным законам. Дальше высказывание из этих наставлений, равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам. Остается только гадать, почему в советское время это не переиздавалось. Ну, принято было критиковать самодержавие, но это такая далекая эпоха, что можно сказать, какие-то традиции заложенные не привелись и самодержавие само себя опровергло, разделилось внутри себя и поэтому рухнуло. Желающий эрудированный человек мог бы это так развернуть и использовать в целях даже советской культуры, но, видимо, не нашлось таких. Во всяком случае, я не встречал в сборниках в мире мудрых мыслей вот этих высказываний. Может быть, кто-то и пытался делать, но другой кто-то это сказал делать не надо. Трудно сказать, вряд ли это даже исследовалось. Следующее высказывание «Вольность» «Есть право все то делать, что законы дозволяют». Здесь смысл заложен античного миропонимания вот римского права, греческой культуры, имеется в виду поведение публично, много публичных ролей. А что касается узких таких кружков, личностных групп, это вещь более тонкая, более глубокая. Но вот тоже можно золотыми буквами, наверное, это написать. Во всяком случае, вот для тех, кто говорит о правовом государстве, это очень актуально уже для самого конца 20 века, постсоветского времени, видимо, для 21-го. Во всяком случае, в первом приближении. Дальше высказывание такое, несколько в себе оно содержит тезисов. В жизни человека или, вот скажем так, ближе к тексту, не укорачивая этот громоздкий стиль, в жизни человеческое благополучие не бывает без бедствия, и бедствия без добра. И для того в печали, как в радости, рассудительному человеку благопристойно сохранять умеренность. Эрудированный человек сразу увидит здесь прототип еще греческой афористики, греческой поэзии архаического времени. Это на русский язык было переведено вроде уже после Екатерины, вот в век издания первых сборников, то ли во времена Дали, то ли после Дали, к самому концу девятнадцатого века. Вот высказывание, приписываемое Салону греческому мудрецу, одному из семи древнегреческих мудрецов в салон афинский жил в Афинах. В меру радуйся удачи, в меру в бедствиях горюй, познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт. Ну, можно, конечно, пытаться вступать в полемику, вот бедствие сразу алармист, такое современное выражение, бей во все колокола, прилагай все силы, вылезай, вылетай, не жди, тише едешь, дальше будешь, а добавляют острослов от конца, я просто реально слышал тоже от молодежи 1970-х годов, да от того места, куда едешь, только будешь дальше, да, и вот мы видим просто по русской публицистике художественным произведениям, которые имеют заголовки такие, явно адресованные к ассоциациям эрудированного читателя. В 19-м веке, когда эти сборники издавались, и обострилась политическая полемика с вовлечением писателей, поэтов в предреформенной России, по реформенной России 19-го века в среде умеренности и аккуратности, вот так говорилось, знающие люди подразумевали, что здесь сарказм, здесь ирония, ни к чему хорошему вот эта аккуратность, прикрытая хорошими формулировками, не приведет. Они, может быть, и не знали, что это идет от салона, от греков, они, может быть, и не готовы были, не хотели вести полемику на глубоком уровне, но, во всяком случае, для публицистов это вошло в русскую культуру. Теперь перейдем к сборнику пословиц, который имеет авторство. Это издание 1770-го года, там наставление Екатерины для начального обучения, воспитания, а здесь Барсов, известный автор, составитель пословиц 18-го века, собрания древних российских пословиц. Вот что там мы можем встретить по сравнительно небольшой выборке, на самом деле это в несколько раз больше, того, что я смогу процитировать. Выпьешь много вина, так убавится ума. Второе высказывание пей, да ума не пропей. Ну вот, эта тема продолжает развиваться в 19-м веке в литературе, однако, там есть такая мотивация у поэтов непонятная, то ли критическая этого поведения, то ли апологетическая, но куда ему деться. Ну вот, больше ничего не остается, ну так пей, да пей, да. И вот я посвятил анализу таких поэтических высказываний, как бы мы сказали, амбивалентных, вступающих в полемику с фундаментальными предыдущими традициями страницы своего второго сборника статей, вот я упомянул про свет и тени русской культуры, а у меня есть второй сборник изгибы русской культуры 19-го начала 20-го века. Там просто вот приведены очень такие остроумные, очень броские, запоминающиеся высказывания, из которых осуждение не останется, как мне кажется, в памяти вот того поведения, которое здесь осуждается совершенно однозначно и просто, и только руками развечешь, по-другому и нельзя сказать. Ну, а есть, конечно, античные прототипы к тому, что привел Барсов. Это многочисленные сочинения, к сожалению, они до нас не дошли, а заглавленные о пьянстве, о вреде пьянства, о причинах пьянства. У греков философы несколько веков писали и такие вот заглавия, и каждая книга с таким заглавием имела, видимо, там не одну сотню страниц, и античные каталоги, библиотек, они этим были наполнены, и стеллажи античных, вот, свитков и рукописей, но до нас, к сожалению, это все не дошло. Византия это было известно в эпоху Фотия, до Кирилла и Мефодия, после, когда составляли сборники латинских пословиц, потому что конспекты этих произведений мы видим, конспекты они сами, вот, у того же патриарха Фотия, а позднее, когда стали публиковаться византийские рукописи, после падения Византии, вывезенные в Европу, вот, публикаторы вроде этого не обнаружили, хотя много веков оставалось там многого и неизданному, чуть ли вот не до XX века. Еще высказывание из сборника Барсова «Пить до дна не видать добра». Ну, интересно, что античный мир подразумевал в культурном кругозоре явные антитезы, которые, ну, массовое сознание просто имеет. Говорилось, что, скажем, на севере понта Ивксинского, вот, в той области, где живут скифы, там совсем по-другому. Они славятся, вот, со склонностью к неумеренному употреблению вина, и поэтому, имея эти знания, люди, так, грамотно ведущие войну, могут легко их обмануть, пригласить на пир, как радушные гости, там напоить, и потом всех там уничтожить, взять в заложники, взять город, и этим пользовались. Вот, античные исторические хроники римского времени, византийского времени, они в византийское время продолжались, вот, у Диона Кассия есть такие характеристики, у других, этим просто изобилуют материалом. Ну, вот, а на русском языке у Барсова говорится, полно пить, пора ум копить. потерял честь свою хмелем. Это очень соответствует греческим традициям. Дальше высказывание из сборника этого. Денег много, да разума нет. И вот второе высказывание. Я каждый раз показываю, как одна и та же главная мысль, которая содержит мотивацию, стратегическую линию поведения и ее оправдание, ну, в разных словесных формах, в разных ситуациях, в разных как бы басенных или полубасенных сюжетах. Это все показано и скрытый смысл, да, суть образов, которые здесь рисуются, разные, как цветочки, да, вот общий стебель, общий корень, какой здесь. Овца руно растит, а скупой деньги копит. Не для себя, овца-то ее стригут, а те, кто разводит овец, да, и стригут именно с пользой для себя. Она потом бегает голенькая стриженная, да, пока не вырастет от холода ежесть, да, вот разводить овец начали еще с началом производящей экономики, тоже, видимо, в позднем каменном веке, с началом, там, и неолитом много тысяч лет до нашей эры. И вся эта мудрость и на Востоке, и далее, и в степном мире тогда копилась. А кто этого не знает, вот он просто посмешищем является для мудрых людей. Вот как об этом писали в прошлой лекции, я говорил, египтяне, говоря, насколько они мудрее, вот греков, испытавших тогда Троянскую войну, по сюжету прибывших после того, как они забыли слоговое письмо Крита Мекенская и стали неграмотны, потом восприняли алфавитное письмо, потом начала развиваться литература, делала первые шаги. Но вот у римлян есть такая пословица на эту тему, то есть тема вечная, крестцет амор нумми кванто ипса пикуния крестцет. Растет любовь к деньгам, насколько возрастает само богатство. Вот в курсе латинского языка, в углублении этого телекурса я подробно анализировал это на латинском языке. Дальше на эту же тему из сборника Барсова по вопросу богатства. А вопрос этот актуален, потому что, конечно, в авторитетных сборниках, прошедших вековую традицию комментариев и толкований, таких как библейский корпус, канонических книг и конкретно даже Ветхий Завет, эти темы богатства проходят терминологически или ситуационно, а некоторые люди говорят, мол, там это непонятно, там это не написано, никто об этом почему-то не говорит, не комментирует, вот это не выцедить оттуда, почему-то ни разу это все бывает. Но в мировой культуре, конечно, это было, с учетом прототипов. В данном случае речь идет просто о кругозоре тех, кто в наше время так говорит и берет на себя дерзость вот таких высказываний. Ну, еще изречение из сборника Барсова «Скупой ни к чему охоты не имеет, а только денег жалеет». То есть, даже желания нет у него по такому суждению, даже внутреннего удовлетворения у него нет, и даже тут нет того, что он не для себя, а для будущих поколений, хотя бы своих потомков это все делает, а вот так, как то, что само себя ржавчина железа точит, само себя уничтожает почему-то, да, вот образ этот вполне ложится по риторическим законам в основу мировоззрения вот этой, как бы мы сказали, референтной группы, имеющей и античные корни. Дальше. Кто радуется неправой прибыли, тот берегись гибели. Вот в сборнике Барсова обобщена вековая мудрость, и она проходит и в библейском корпусе, какие-то аналогии есть. И такие сборники аналогий, библейские прототипы издавались в разное время, в 19-м, в 20-м веке, в постсоветской России, они воспроизводились, переиздавались, кто захочет, может этот пласт литературы включить в свой кругозор и подробнее познакомиться. Дальше, украдено мудрено, да будет найдено. Мудрено, то есть хитро, то есть, как бы мы сказали по нормам римского права, кум долю малю, то есть, со злым умыслом, вот это преступление, фраус, обман, сделано, по там, сговору первоначальному, но тем не менее, все откроется. И есть здесь, конечно, прямые соответствия наставлениям заповедей, не украде, да, библейских заповедей ветхозаветных, и есть прямые соответствия совершенно категоричным тезисам еще египетских сборников, освященных авторитетом египетской религии, для нас они известны уже по материалам публикации в основном даже 20 века. Ну, надо сказать сразу, что египетская письменность иероглифическая была расшифрована только в начале 19 века. Шампальон и постепенно первая треть, вторая треть 19 века это время публикации, сбора и первого перевода египетских текстов. На время Екатерины вообще нигде не было людей, которые могли бы в оригинале читать эти иероглифы, даже если их видели на стенах храмов, которые без раскопок еще возвышались тогда в песках Египта вдоль Нильской долины. Дальше в сборники Барсова «Украсть, в беду попасть». А вот в Египте я сказал это коль тема у нас развивается надо ее подкрепить тоже аналогиями такая формулировка «Питайся своим имуществом Бог повелевает это». Это такие сочинения как поучение Ипусера, речение Ипусера как наставление фараона своему сыну рубеж 3-го 2-го тысячелетия до нашей эры. И дальше у Барсова высказывание «Хотя с умом воровать, а беды не миновать» тоже имеет традицию проходящую сквозь века предыдущие корни и последующих сторонников. еще одно высказывание «Везде мы видим признаки более или менее явные или почти отсутствующие, но все-таки какой-то внутренней полемики с противоположными поведенческими установками, как бы мы сказали. Тут счастлив плут, где сыщет кривой суд». Вот здесь как раз очень уместно упомянуть Шемякин суд из сборников российской литературы, драматургии еще семнадцатого века. Как там вот идут они и занимаются тем, что сейчас называется понятием коррупция. Еще из сборников 770 года «Люби взять, люби и отдать». Следующее «Свое добро теряет, а на чужое льстится». Конечно, это было очень актуально, но с точки зрения распространения, как говорили уже марксисты, материалисты, базиса товарно-денежных отношений, философы их не обязывали раскапывать вот такой пласт культуры, потому что считалось, что в России царил феодализм, развитый, глубокий или разлагающий, но феодализм долго царил, до отмены крепостного права и до конца 19 века, когда начали развиваться вот эти капиталистические свободные рыночные отношения. И вот тогда их стали критиковать уже марксисты, плехановская группа освобождения труда, за границей иммигранты, потом большевики, потом первая русская революция, вот такая была установка. А тут получается, что актуальность последствий товарно-денежных отношений, богатства, накопления богатства во всем своем обличье и обличье таком очень остром присутствует в 18 веке, так что с ней надо и полемизировать, и своих сил не хватит, нужно авторитет Екатерины, правительницы России, для этого использовать. Когда эти же ситуации показаны в художественной литературе конца 19 века, которая называется критическим реализмом, это для нас более привычно. И это и в живописи есть, это тема бедности, нищеты, Достоевский, но это еще не конец, это середина 19 века, униженные, оскорбленные, да, Гогольская шинель, там у Достоевского неточка незваного, это входит в русскую литературу. Но внимательный взгляд, даже по двум-трем пословицам, взгляд, который натренирован изучением классических культур, для которых источников не так много, как для современности, он сразу будет развивать образ, развивать типичную в культуре ситуацию, искать предпосылки, искать аналогии, высказывать не то, что гипотезу, а совершенно очевидную реальность, просто, просматриваемую как бы пунктиром, но иначе и быть не может, да, а другой взгляд будет искать, пока изобилие его или не засыпет, невозможностью ориентироваться, да, и без руля, или без витрил, или вот непонятно, каким, каким выводом приведет. Дальше мы видим высказывание «Чужим богат не будешь», «Красна беседа слушаньем». Здесь сразу вот полемика внутренняя, тоже показан ее результат. Можно беседовать, а слушателя не найдешь. Глаз вопиющего в пустыне, такой вот из сакральных сборников библейской, изречения есть очень известное, не захотят слушать, внимать по закону избирательного пользования средой. И тоже во времена Екатерины вот те, кто имел другие поведенческие установки, видимо, и заслужили упоминание вот этой ситуации в пословицах. Вроде беседа формально есть, а в уме по усам текло, а в рот не попало, в одно ухо влетело, в другое вылетело. И каждый разошелся со своим мнением, и главное, в соответствии с ним продолжает действовать. Дальше высказывание такое в русском сборнике первом пословице. Лучше споткнуться ногою, нежели словом. Здесь, конечно, мощная основа. Все, что я сейчас говорю, оно подтверждает авторитет этого сборника, потому что на первый взгляд можно сказать, ну, здесь, поскольку так много очевидных литературных прототипов, что к реальному фольклору это не имеет отношения. Какие-то писатели получили, может быть, какой-то заказ скрытый, рифмовали, сделали похожую стилистику на древний русский язык, это уже умели делать после Петра, несколько поколений выросло, Фан Визин, другие писатели, и вот выдали свое произведение за наставление в том, что не соответствует там традициям, а мы вот раскопаем традиции и увидим там совсем другое, вот удаль такую нетрезвую, да, и будем воспевать еще что-то, будем воспевать. Эта полемика развернулась в 19 веке, в эпоху Карамзина, Соловьева, когда они уже стали заниматься русской историей, летописями, стали анализировать, летописи, летописные сведения времени до монгольской Руси, отзывы на те великие бедствия, которые там зафиксированы, упоминание причины этих бедствий, то ли собственного поведения, то ли вот этой форс-мажорной силы непреодолимой, и совсем далеко ушли в этой полемике, и разобраться в этом, разгрести это и в следующем 20 веке и не удавалось, никто этим особенно и не занимался. Ну, а что касается словом, слов, то библейское прекрасно известное выражение, от слов своих оправдаешься, от слов своих и осудишься, и новозаветное и новозаветное выражение, авторитетное, да, ну и менее такое сильное, слово не воробей вылетит, не поймаешь, ну, да, а какие последствия, не поймаешь, ну, хорошо это будет или плохо, тут же в таком афоризме не сказано. А вот у Барсова добавление, если вот мы будем делать издание пословиц или указателей для легкого поиска по алфавитному признаку, то будет полный хаос, легко это заметить. Я здесь группирую по смыслу. Кто-то может по смыслу второго, третьего слова, сказуемого, группировать по-другому, но то, что эти группировки нельзя обойти вниманием, совершенно очевидно. А вот чисто алфавитное, алфавитный указатель там даже из пары сотен из речений потребует предварительной работы нескольких, ну даже не дней, но кто очень оперативно работает заинтересован и справится за несколько дней или часов, но потом это надо оформить. А так это просто невозможно работать предварительно, надо еще самому очень много поработать по систематизации. Недолго думал, да хорошо молвил высказывание сборника Барсова и вот следующее к нему даже по алфавиту подходящее, по второму слову оно будет по указателям, там Д, второе слово долго, а здесь С. Не стыдно молчать, когда нечего сказать. Конечно, ну вот стыдно даже спрашивать об аналогиях, известных нам и в современное время, и в девятнадцатом веке, фольклорных на русском языке, да, конечно, все знают, должны знать, для кого русский язык родной, по крайней мере, слово серебро о молчании золота. Ну, сказать, что вот это высказывание про серебро и золото имеет русские традиции, допустим, времени, ну там, слово о полку Игореве, ну это ответственно было бы. Может имеет, а может и не имеет. А может, если имеет, то потому что тогда уже был контакт с греческой культурой, мы обнаружим византийские прототипы. А что это было в дописьменное время на Руси, так тогда там и золота не было в обиходе, наверное, да, на всяком случае еще раньше. Ну, какие-то другие ситуации по значению слова в той архаической культуре может быть тоже были, но вот так напрямую без оговорок черпать из формулировок девятнадцатого века, вот, из сборников далее и более поздних, все-таки на взгляд специалиста не хотелось бы. Дальше высказывание. Не верь того словам, кто зол по делам. Здесь мы видим ситуацию, подмеченную еще античными риттерами, об артистичности риттера и о воспитании оратора. Вот тогда будет хороший оратор, как я говорил в прошлой беседе, когда он просто не сможет по-другому говорить, потому что он уже и делать должен так, это вошло в его плоть и кровь. А кто может делать одно, говорить другое, вижу одно, слышу другое, тот не является в данном случае объектом этого внимания. Наоборот, предостережение, то есть намеки на наличие разных субкультур, разных референтных групп присутствуют. И, конечно, аналогии к следующему изречению на эту же тему не верь чужим речам, верь своим очам. Вот у меня даже получается так, ну, может быть, и не специально, что по алфавитному указателю не верь и не верь эти оба высказывания идут рядом, а по первому слову после этого должно идти того, ты, а потом ч, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, да, русский алфавит. Но я не ставил здесь целью алфавитную группировку, я ставил целью именно смысловую группировку, чтобы обобщить. Не верь чужим речам, верь своим очам. Опять неудобно спросить, это будет банальным, кажется, какая хорошо известная аналогия в привычной нам стилистике для 19-го и для 20-го века, даже и не вычитанной в книгах, а бесспорно где-то услышанной от кого-то, от знакомых или из средств массовой информации из аудиокниг, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ну вот в такой редакции, собственно говоря, просто мысль тоже присутствует, а мы же должны говорить об основе, о корнях этого образа. Дальше из пословиц 770-го года издания «Жестокий нрав не будет прав». И на эту же тему «Злой человек, у кого милости просит, того и поносит». Вот оказывается, как. Милости просит, то есть, чтобы подольститься, а или за глаза одновременно, пользуясь незнанием того, или нерешительностью, или совестливостью того, у кого просит, а иногда и получает. Вот оказывается как. И чем больше этого подобострастия, тем больше опасности или явного признака негативных действий разумный человек должен в этом увидеть. И у этого есть артистического субкультурного поведенческого комплекса, или контркультурного, или антикультурного, оказывается, свои вековые или тысячелетние традиции. Греки в этом отношении были мудрыми людьми, и античная культура считала, что самые мудрые, даже фольклор это вошло, их на Микини, и не только на Микини уж не проведешь. Но откуда это черпать? И если посмотреть, на каком горьком опыте приходилось это все взращивать и использовать. Если мы почитаем описание фукидидом истории Пелопонесской войны 5 века до нашей эры, и тех бедствий, которые испытывали тогдашние гражданские общества после неудачного хода войны, когда общество чуть-чуть не раскололось и чуть-чуть не перешло это в гражданскую войну, воюя со Спартой в демократических Афинах, а потом два союза, афинский и пелопонеский стали воевать друг с другом. И вот дальше мы обращаемся. И, кстати, вот так красочно это описал фукидид о своей родине, что позднее он имел репутацию среди греческих биографов такую, что надо было ему умолчать, слишком он, как историк, поступил нечестно говоря, может быть, и правду по отношению к своей родине и слишком вот вывел на поверхность то, что несмываемым пятном лежит. И даже пытались и замалчивать многие эти описания. И если мы увидим историю изучения античной традиции исторической, Геродот всегда на первом месте, отец истории. А вот сказать, что Полибий, Фукидид, где гораздо больше, гораздо более емко, совершенно изложена историей, мы до нашего времени наверное не сможем, а уж тем более более поздние греческие историки, такие как Дион Касси, вообще не входят в кругозор обычных таких вот людей. Следующее высказывание. Злой человек, у кого милости просит, вот я это сказал, а худое слово доведет до дела. Вот это ответственность слова. Может быть подразумевали, вот последний шаг остался у Фукидида, вот еще вот скажи что-нибудь и будет подвержена вся эта античная культура осуждению со всеми ее достоинствами и недостатками. То был и век Сократа, а Сократа казнили, то был век автора первых басен, ну века плюс-минус Изопа, а чем закончил Изоп свою жизнь? Не все можно сказать и культура, и письменность, и философия, и драматургии, и ритм к слову, все, так сказать, дало из корабля современности забыть, рукописи сжечь, уничтожить. И вот перед таким выбором стояли представители этой культуры, имея исторический кругозор, они обязаны были его иметь, и вот пытаясь высказать свое отношение к прошедшему во времена уже Римской империи, ленизма сначала, Римской империи, а уж тем более в послеантичное время. Дальше возвращаемся к сборнику Барсова. Лучше воду пить в радости, нежели мед в кручине. Ну, это зарисовка психологическая, созерцание психологического состояния, так вот расшифровывается образ, да, конечно, лучше, да, воду, но имеется в виду, что вода, это непрестижное питье, хотя здоровые очень аскеты, все питались водой, а с другой стороны можно сказать, а что здесь, призываются на хлеб и воду сесть, да, ну, это что это такое? Поэтому очень легко и начать полемику, и очень легко знающему человеку вывести те ситуации, когда вот пар просто выпускает, незнающий человек в этой полемике мутит воду, пузырьки вот бурлят, бурлят, а в сути это не касается, глубокой такой вот воды, вечной воды, древности вот этих течений, рек тех, крупных морей, вот этих слоев, это все не касается. Дальше, лучше красоты ищи доброты. Это высказывание вот из сборника 1770 года. А теперь следующая группа высказываний, которая относится к мотивации индивидуального и группового поведения с целью повысить самооценку. Я заранее дам вот такое пояснение в группировке, потому что можно не всегда дойти до смысла, запомнить, а лучше, наверное, сказать сначала, с какой целью я это цитирую. «Наш Тарас не хуже вас». Очень коротко рифмуется и ориентированно явно на целевую аудиторию, даже не знающую грамоты. Ребенок, услышав, запомнит это навсегда, и не надо это вычитывать, это всегда останется вот за словом в карман не полезет такой человек. Дальше, тому не о чем тужить, кто умеет домом жить. Ведь мы видим здесь поле полемики на шкале престижного ролевого поведения раскрывается и в наставлениях XVIII века в художественной литературе, у духовных писателей, у Тихона Задонского. Мы увидим я вот в одной из своих статей, воспроизведенных в сборниках уже названных, тоже это привожу. Ну вот там в столице он не имеет доступа, вот как Пушкин страдал, когда не мог из своего родового имения на севере Михайловском выезжать. Нет, ему нужны столицы, да, в столицах шум, гремят вити, как мы можем сказать. Другие какие-то вот писатели на бал вот он не ходит, или еще каких-то у него нет престижных предметов потребления, последний самый дорогой там карета от модного мастера, нет. Вот это все наполняло литературу и полемику тех лет. А вот умеет своим домом жить, да, но это не просто радуйся малому, да, тут вести домашнее хозяйство это много. много. Дальше высказывание интересное уводит нас в сферу бурной полемики, ну такой на первый даже взгляд видной, но только наметанному глазу, который знает и вот вторую подоплеку, вторую половину, оборотную сторону того вот, о чем я сейчас говорю, они все ведь ее видят в культуре. Чужого мужа полюбишь, себя погубишь, это 1770 год. Можно сказать, какая здесь референтная группа приводится или подразумевается в качестве сторонника этого высказывания, допустим, в русской культуре. Ну сразу навскидку, скажем, домострой, там не 16, не 15, не это 18 век, 17-16, на 200 лет раньше, да, можно так сказать, когда он был издан, может быть, уже в 19 веке, потому что напрямую забыт, когда отчасти его положения сохранялись в обиходе, об этом писал через 100 лет после Барса в Островске в своих пьесах, когда по Волге и по другим уголкам России направлялся в этнографические экспедиции и видел, что там необразованные люди, но некоторых норм домостроя просто практически придерживаются. Получается, у него в итоге произведение сценическая гроза, выходит на подмостки, возбуждают були паремики, изучается в школьном образовании 20 века и в наше время кем-то изучается. вот, но это ведь не единственное, что вот указание на домострой глубоко такое здесь видно и может быть это не главный сторонник того, что здесь, ну, если не осуждается, то, по крайней мере, предостерегается, какое поведение. Вот в художественной литературе 19 века в России выходит на первый план с надеждой вызвать симпатию и показать, как само собой разумеющееся последствия вот тех баллов, которые при Петре первом вышли в моду, последствия обычной для европейской культуры, для античной культуры, бытовой комедии еще греческой, да, Аристофана и других любовного треугольника. Мы видим вот в Евгении Онегине, да, потом Татьяна выходит замуж героине, потом у нее муж Грэмин, потом вот идет Онегин, желая вернуть прежние отношения, а там что, развод тогда должен быть запрещенный, или там бегство должно быть. Это выходит уже шире Пушкинского произведения письменного, благодаря опере Евгении Онегин на сцену, там зрители сотнями приходят в залы, опер слушают в конце 19 века. Или вот у Толстого раньше, чем эти оперы, появляется или почти одновременно сюжет Анны Карениной. Вот опять там есть любовный треугольник. Чем это заканчивается? В каждом случае, если мы будем смотреть на литературные трактовки, это заканчивается трагически. Может ли это заканчиваться по-другому, если смотреть внимательно? Желает ли человек, чтобы не было всех негативных последствий, или только потом увидит, когда будет уже поздно, да? Ну и интересно здесь еще просто привести одну песню, вошедшую в классический вокальный репертуар. это вот по-моему конец девятнадцатого века, или там начало двадцатого века, такие слова известные. Старый муж, грозный муж, это женская ария. Режь меня, жги меня, я другого люблю, презираю тебя, проклинаю тебя, да? Вроде вся симпатия и по сюжету, и по певческим дарованиям на стороне поющего голоса, да? Но ситуация это не так проста, а как там у них с детьми было, а как там еще что-то. Иногда кто хочет одну ситуацию подчеркнуть, он ее упрощает, а у них еще там детей не было, и вообще он по своим дарованиям ничего не заслуживает, пусть это искупает, но это дело таких тонких толкований, которым целые гамели, и по каждому конкретному случаю были посвящены в духовной литературе, вот позднее римского времени, духовные писатели, византийского времени, вот сейчас эта тема развивается, и найдется очень много, видимо, желающих посвящать целые циклы бесед, вот какой-то одной из ситуаций, которую я здесь просто обозначил. Дальше высказывание, кто себя не умеет содержать, тому жены и детей не пропитать. Вот это из сборника Барсова 1770 год. В больших формах, вот эта типичная ситуация художественных, я имею в виду форма, ну хотя бы стихотворения, здесь там две строчки, или форма поэмы, или форма рассказа, или форма повести, или форма одного из романных сюжетов, это стало элементом культуры, ну на сто лет позже, иногда, еще позднее. А здесь это зародыши, вот саморосты, из которых обязательно желающий это семя вырастет, и все перед его глазами, на основании кругозора, прежнего опыта, взаимодействия культур, во всем своем обилии, противоречии, и важности, и всплывет. А другой будет ждать, пока вот не познакомится подробнее с какими-то другими большими формами, и не получит там детальное разъяснение и наставление. Еще высказывание в чем молод, молод имеется ввиду, молодец, молодой, похвалится, в том стар покается. Вот как раз это завершает суждение о семейных отношениях, которые я приводил раньше немножко. Тоже ведь с этим никто не полемизирует, а мы видим и в 20 веке в поэзии там советского времени иногда у Галича, что вот это же будет потом, потом, не думая о том, что будет потом, вот делай сейчас, а это потом все равно наступает и быстро, и быстрее для многих чем бы хотелось. Вот возвращаемся к сборнику Барсова, пришла честь, да не умеет ее снесть. То есть снесть это снести. Ну, здесь может быть не стыдно задать вопрос об аналогиях, но они может быть не всякому сразу очевидны. В какой другой афористичной литературной форме эта ситуация выражена в форме более привычной для нас и для 19 века, и для 20 века. Форма она не расшифровывается сама в себе, но требует просто внимательного взгляда. Прошел огонь, воду и медные трубы. Ну, огонь, понятно, там чуть не утонул, не сгорел, воду, да, не утонул. А медные трубы что такое? Ну, довольно легко говорится. Это трубы словословия, трубы почета. А вот как этот почет перенести? Время славы, время известности. Действительно, не все справляются с этим, и это было предметом еще античных биографических сочинений в назидание и в получение и для обучения. Дальше высказывание «Щеголял с молоду, а под старость умирает с голоду». Ну, тоже здесь другую литературную форму легко найти. И наверняка человек, немножко сконцентрировавшись, практически каждый, на базе даже и не школьного образования, каких-то отголосков, сведений, найдет ее и обнаружит, что эта форма появилась в русской культуре через одно-два поколения после сборника Барсова благодаря Крылову, благодаря его басне «Стрекоза и муравей». «Лето красное пропело, оглянуться не успело, как зима катит в глаза, так что ж ты делала, иди и попляши, ах ты пела, это дело». И вот эти басни, они имеют иногда и античные прототипы, русский читатель в основном этого не знал, а тем более тот, для которого басни были предназначены, потому что после Крылова несколько поколений знало эти басни, они вошли в первые азбуки по реформенной России, которые выдерживали десятки изданий, сотнями тысячи выходили эти азбуки во второй половине девятнадцатого века, иногда с комментариями вот этой басни, а как дать нам философский комментарий на философском, грамотном, развитом языке, вот давайте попробуем, кто не умеет, пусть делает первые шаги, и потом это завершается очень вот интересным таким сюжетом. Дальше высказывание разумный видит, что зачем идет, вот это высказывание обобщает то, о чем я пытаюсь сказать, комментируя эти басни, как можно, зная универсальные законы, но не видя реальных проявлений этих ситуаций, допустим, на своем опыте, или видя на своем опыте, не решаясь сказать об их массовом характере, неизвестно, может это частный случай, нетипичный, или не видя крупных литературных форм, где все просто расписано буква за буквой, откомментировано, а вот как-то угадать, углубиться своим внутренним взором туда не удается. Но мы вспомним, если латинское наставление, фундаментальное, философское, это, что нихель эк эвенит, или эст, или экс хибит, низи кауза антецеденте, ничего не бывает без предшествующей причины. Вот, ну, совершенно ясно идет речь в данном случае об этом. Разумный смотрит, зри в корень, да, появляется через сто лет после Барсова, и сборник афоризмов, на первый взгляд, непривычных, парадоксальных, Козьмы Проткова в России. И вот там вот эти смыслы, внутренние аллюзии, ассоциации очень легко угадываются, но кто знает, какие им ассоциации, а у кого никаких нет, там довольно трудно иногда читать этот сборник Козьмы Проткова. «Ун слабый не желает науки», следующее я из Барсова привожу из речения, «а хочет век прожить без скуки». Вот именно та ситуация, когда старость, вот она неактуальна, или раскаяние, или воздаяние, или последствия неактуальна, а все вот толкования авторитетных текстов, вот библейского корпуса, духовные толкования переносят акцент именно на это, на последствия. Ну, может быть, и не удается перенести, некоторые все равно считают то, что вот для них актуально, тем и надо заниматься. Дальше, «Что не говори, а правда надобна». Вот пословица из сборника Барсова, «Что было, то видели, а что будет, то увидим». Следующая пословица. Она интересна стилистически. Может быть, кто-то слышал, я во всяком случае слышал, но на бытовом уровне по справочникам не проверял, когда это зафиксировано от своих родителей, еще, может быть, в 50-х годах 20-го века, в 60-х годах, они слышали это от своего круга общения, от моих бабушек, дедушек, рождения еще конца 19-го века. Ну, тоже так вот это говорилось не в антитезу этой пословицы, а просто. С одной стороны, достаточно энергично, а с другой стороны, без той эмоции, которая позволила бы сказать, что же здесь, насмешка или сарказм или что-то. Ну, просто обратить внимание. Слепой сказал посмотрим. Вот интересно, можно сказать, он же не видит, да? И какой смысл тогда этого высказывания? Вообще не надо верить, и всем его другим словам, не имеет он этого дара, да? Но ведь совершенно очевидно, что в русский язык вот выражение посмотрим вошло как метафора, как обозначение умственного внутреннего взора, и когда человек, допустим, даже услышит от других, что произошло с его там родными, в его семье или в мире, вот это и избудется, потому что он же продолжает думать, он продолжает анализировать наступающую информацию. Ну, под это есть и второе продолжение вот как бы антитезы, вроде бы насмешливой, а глухой сказал услышим, да? Ну, может быть, это из детского обихода, но ведь услышим тоже есть язык глухонемых, то есть проблема коммуникации, вербальных коммуникаций, невербальных коммуникаций, внутренней психической жизни, разумной жизни, и ее, так сказать, функций для поведения человека остается, поэтому только самый первый вот такой срез можно воспринимать как критику, как насмешку, ну, совсем такую детскую несерьезную ситуацию, а на самом деле она глубокая. Дальше высказывание, что на уме думается, то во сне видится. Интересно, что это 1770 год. Практически до известной всему миру деятельности Зигмунда Фрейда остается 150 лет, когда он на основании сновидений начинает развивать вроде бы анализ профессиональный как откровение для науки 20 века того времени, вот первой половины, первой, третьей, психологии бессознательного, как он говорил, или подсознательного, как стали говорить позднее. Но ведь те же наставления были в греческих еще сборниках, которые имели название «Онейрокритикон», то есть сборники сновидений, толкования сновидений, причины сновидений, некоторые из них до нас дошли, некоторые есть в русских переводах, а часть этой литературы не дошла, она утрачена, но как целая жанра, она была приведена. И суть-то там вот этим и формулируется, всегда говорится, есть и пустые сновидения, есть обрывки впечатлений дневных, есть вот мечтания, такие, под них тоже ложится какая-то основа. И следующее высказывание, из сборника Барсова, что не складно, то и неладно. Ну, очень здесь интересно на предмет анализа искусства, которое облекает, в том числе и в нужную вербальную форму, афористическую, ритмически организованную, поистическую. Вот хочется что-то сказать, а вот не дается ему сказать, громоздко, никто не запомнит, не услышит, уйдет от этого слушателя, собеседника не найдет. Ну, а вот захочет он кого-то нанять, чтобы ему причесали его текст, издали, от литературно подредактировали, да еще остались безымянными, ну, вот, если удастся, это сделает. Есть такое в литературе, и корпус произведения, я говорил, возникает под одним именем. Ну, а иногда это и воспринимается для характеристики материальных предметов, вот какое-то произведение архитектуры, имеет внешние непонятные какие-то функции, эстетически не выверенные, не обоснованные, не оправданные, ну, и потом вот оно и рухнет, или какие-то инструменты, как правило, начиная с, археолог это знает, с древних времен, из каменного века, древнего, из первых бронзовых, медных изделий и последующих, все там было очень взвешено, очень изящно, очень гладко, очень конструктивно обоснованно, а такие вот изделия, как мы скажем, топорной работы, которые здесь подразумеваются, они и недолго живущие, но создать складное, это требует большего времени, внимания, цены и, главное, оценки, а иногда человек, ну, для себя это делает. Дальше высказывание одни умеют строить, а другие разорять, ну, вот разорять, конечно, можно и нескладным орудием, да, камень там, да, говорили, оружие пролетариата, вот такие вот выходят на первый план в некоторые эпохи культуры, а это ведь еще в библейской книге, время разбрасывать камни, время собирать камни, все сразу становится на свои места, все культуры знали эти времена, вот, что лучше, может быть, и неизбежно, может быть, эти ритмы, а как позднейшие трудности и беды как-то смягчить, где подстелить соломку, вот и думают, во всяком случае, раньше мудрые люди, пытаясь внести какой-то посильный вклад в решение таких проблем, когда мы изучаем их деятельность по наследию культурному. От малой искры сыр-бор загорается. Здесь очевидные аллюзии, очевидная полемика, 1770 год я процитировал, а через сто с лишним лет, через 130, через 140 лет. Ну, вот, середина 19 века, канун, вот, реформ в России в 860-х годах тургеневский герой романа отцы и дети Базаров цитирует почти эту же фразу по сюжету, эту же пословицу, но там говорит от копеечной свечки Москва сгорела. Москва была известна многочисленными пожарами на протяжении каждого века своей истории, особенно средневековой истории, деревянного строительства, и поджоги там были, и вот, дальше, ну, для базаровского поколения тургеневского на памяти, конечно, был последний, это пожар времени наполеоновского захвата Москвы, вот, после пожарной Москва, там, годы, если не десятилетия требовались для застройки, восстановления утраченного. А вот, уже после тургенева, следующее поколение, там, это, значит, через 40 лет, самый конец 19-го, самый начал 20-го века, «Искра», как вербальный символ газеты, большевистской газеты, да, шесть редакторов «Искры», кто изучает историю, Ульянов, Ленин, Плеханов, Мартов, Акселерот, Засуглич, Потресов. Вот наше поколение, когда на всех этапах обучения и в школе, и на вступительных экзаменах в УЗИ, и в УЗИ по истории КПСС, на курсы общества знания, на факультетах общественных наук, надо чем-то блистать, да, вот, если блеснешь, я знаю, ИСК, а я еще знаю все шесть редакторов, ну, тогда тебе за счет поставят. А сейчас, вроде как, и не вдомек, наверное, никому. И лозунг «Из искра возгорится пламя». Репринтное издание этого произошло. Вот я пытался о таких вещах публиковать новую редакцию своих статей в сборнике «Изгибы русской культуры» 19-го, начало 20-го века. Дальше высказывания из сборника Барсова «Осторожность» первая похвала, отчаянный скачок не всегда удачлив. Ну, это мы видим и на примере, кстати, животного мира, с чего я начал сегодняшнюю беседу. Да, вот сколько волка не корми, загнанная там, да, овца или лань там через пропасть прыгает, не рассчитав свои силы, иначе бы не прыгнуло, если бы волки здесь не наседали сзади. Да, и вот результат много тысяч лет до письменности люди, конечно, видели. Другое дело, в какой форме они его фиксировали и как этому назидали, и как это можно использовать для уже человеческого сообщества, для социума, видимо, даже любой эпохи. «Стой, не бежи, укажи, рубежи», говорится в эпоху Екатерины в сборнике Барсова. И последнее высказывание для сегодняшней беседы. «Теперь так, а после-то как?» и когда обычно это считается неактуальным, главное, как говорилось в середине XIX века устами Базарова, слишком огромное здание, наше дело разрушить, а строить потом будем, потому что и разрушить не удастся, и сколько пытались людей разрушить, не удавалось. вот прошло 50-60, там 70 лет, мы видим, что удалось, что не удалось, но уж слишком горький опыт, наверное, с этим все согласятся. Дальше высказывание. «Хорошо полететь, да было бы где сесть» предпоследнее высказывание. И, наконец, я закончу таким высказыванием, которое дает нам неожиданную глубину, неожиданное продолжение того, что нам известно в другой форме. А известно, почему в другой форме? Потому что она, наверное, умолчала полный прототип. Нам известно в стилистике XIX-XX века выражение «ждать у моря погоды». Что это значит? Нечего ждать у моря погоды, да, все равно не дождешься, да, наверное, так это трактуется. Плохо дело, когда вот приходится ждать у моря погоды. То ли рискнуть, то ли не рискнуть. А вот там есть мотивация, и неожиданно мотивация положительная, а не отрицательная в сборнике Барсова. Причем не как констатация, а как императив. Сиди у моря погоды, да, сиди, посиживай, сиди у моря теплого, жди погоды доброй. Вот на этом высказывании сборника Барсова я закончу сегодняшнюю беседу. Она длилась один час тридцать три минуты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok